Мало переехать жить в Рождественске. Оказывается, в этом многострадальном микрорайоне нужно еще научиться выживать. За помощью к нашему телеканалу обратились жители дома номер 8, литера 6. На прошлой неделе несколько многоэтажек переключили на новую схему электроподачи. Начались перепады напряжения. Электричества периодически не было. А вместе с ним отключилась подстанция, которая питает дом теплом. На верхние этажи перестала поступать вода. К тому же в квартирах установлены электроплиты. Жильцов, оставшихся без воды и еды, к концу прошлой недели вернули к прежней схеме электроснабжения. Но ничего не поменялось. Проблема сохраняется. Я могу сказать, что сейчас меряют напряжение. Оно 183. Это очень мало. Хотя бы в розетках должно быть 220-230. Скачки напряжения могут выключаться электроприборы, даже ломаться. Сейчас люди говорят, что нет воды. Воды горячей вообще нет на высоких этажах. Поэтому бьем в колокола, как говорится. Съемку наш телеканал проводил утром в субботу. Многие жильцы не вышли просто потому, что еще не проснулись. Замеряем напряжение. Даже заветной цифры 200 нет. Что же будет ближе к вечеру, когда все включат электроприборы и будут готовить ужин? Алексей уже дважды оправдывался перед начальством за опоздание. Ровно столько раз он, житель 16 этажа, застревал в лифте из-за внезапного отключения электричества. Воды не было. Таскаем постоянно. Когда электричество отключают, приходится с собой носить, чтобы хоть покушать, приготовить. И то не всегда. Когда свет отключают, даже и покушать не приготовишь. Откуда носите? С магазина покупаем. Где ее еще брать? Здесь она ржавая. Даже если вода отчет, то она ржавая из кранов идет. Зато жители Рождественского теперь могут смело делиться лайфхаками по выживанию. Например, как учить уроки без света, помятуя о том, что не учение тьма. Учим уроки. Дети учат уроки под фонариками. То есть мы включаем на телефонах фонарики, вешаем их сверху, люстры. И дети садятся над этим фонариком и начинают учить уроки. То есть есть, мы готовим. Мы купили уже портативную газовую плиту с маленьким баллончиком. Ставим ее на свою электроплиту. То есть включаем газ, начинаем готовить есть, чтобы кормить детей и прочее все. О том, что Рождественский приходит на постоянную схему электроснабжения, сообщали еще в декабре прошлого года. Более того, зампред Максим Громов лично обещал, что о проблеме в 2017-м жители больше не вспомнят. К Новому году, как мы обещали, люди получат уже питание по постоянной схеме и больше инцидентов с отключениями в микрорайоне не будет. В региональном правительстве о проблеме Рождественского в курсе. Дело в том, что микрорайон так и не перешел на постоянную схему электроснабжения. На сегодняшний день подрядчик выполнил все физические работы и подстанции вводят в эксплуатацию. Документы находятся в МРСК. Мы сейчас со своей стороны помогаем ускорить процесс рассмотрения всех документов. И дальше Ростехнадзор делает свое заключение и вводим эксплуатацию, переводим на постоянную схему. По оптимистичным оценкам, процесс будет завершен до 10 марта. Пессимистичный прогноз – конец того же марта. В любом случае, жителям Рождественского нужно набраться терпения. Переход к нормально функционирующей схеме электроснабжения, если верить чиновникам, уже не за горами. Елена Белова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.